Всем доброго дня, мальчишки, девчонки и серьезные мужчины! Хорошего вам настроения! Приветствую вас на канале Роман Безбородов и Сельхозтехника! И сегодня, по многочисленным просьбам, небольшой обзорчик этого трактора ЮТО 1304 130-150 л.с. Трактора с раздельной гидравликой Вот и цифровым дисплеем, который мы будем завозить, поставлять для вас в 2022 году Ну, как он вам? Напишите, пожалуйста, в комментариях А я пока посмотрю, что здесь под капотом В первую очередь вижу три радиатора Один из них для охлаждения топлива Второй – это кондиционер Третий – это охлаждение масла в трансмиссии Дальше стоит интеркулер и водяное охлаждение Специальная сеточка По-прежнему присутствует Для того, чтобы не пускать пыль к радиаторам Стоит компрессор для кондиционера Значит, есть кондиционер Стоит система EGR для дожига топлива Стоят топливные фильтры Их три Там еще один скрыт Топольная система С подкачкой Такая вот Для шестицилиндрового двигателя Топольная система Аналог Бошевской По лицензии сделаны Здесь управление электронное с реле А сама топливная система механическая Есть здесь Факел для подогрева Воздуха Для запуска зимой Краник для открытия печки Вот там Тут мы видим Воздушный фильтр Двойной, сухой Вот эта труба Теперь стала пластиковая На воздухозаборнике Видно расширительный бачок С обратной стороны Такие щеточки Чтобы не попадала пыль Под капот Здесь маслосъемники Это гидравлика Рулевая Там гидравлика тормозов Залито масло А не тормозная жидкость Вообще здесь два вида масла Здесь CV30 Здесь CV40 Полусинтетика Гидротрансмиссионное Все масло Ну вот здесь стартер Здесь различные насосы Вот насос компрессора Соответственно есть компрессор Он в задней части Расположен ресивер И получается можно воспользоваться Тормозами для прицепа И также подкачать что-нибудь Вот тот самый отдельный гидробак На 40 литров масла О котором я говорил Эту комплектацию Так же любят Как и совместную С трансмиссией гидросистему Кому-то больше нравится так Кому-то больше нравится так Кто-то считает Что если часто техника Перецепляется То лучше иметь отдельный гидробак Но в принципе И на совместном Стоит хорошая фильтрация В этой комплектации Есть полноценная лесенка И полноценная дверь С правой стороны Тут стоит аккумулятор И выведена ручка массы Мощная выхлопная труба С защитой С глушителем С защитой от ожога Ну в принципе Под капотом все Комплект грузов По 50 килограмм Входит в комплектацию Посмотрите Как плавно закрывается Все готово Прям приятно слышать Да? Так Топливный бак На 220 литров Этого с лихвой хватит Потому что Расход тут максимальный 23 по моему грамма Ну средний получается Где-то 12-13 Кто на практике сталкивался Напишите пожалуйста В комментариях На каких работах Какой расход По 4 груза На каждом колесе Тоже по 50 килограмм Все в комплектации входит Приятно же Так Сзади у нас есть Дворник Вот такая навеска Очень мощная Вообще радует Комплектация трактора Дело в том что Трактор производится Целиком на одном заводе Тут От подшипника До не знаю Двигателя В общем все узлы Абсолютно все Ну пожалуй кроме Резин и стекол Сделано в одном месте С полным контролем Качества Да все по лицензиям Там не знаю Коробка фиатовская Там двигатель Англичане рисовали Сцепление немецкое Там топливная система Там фастеры Итальян Прошу прощения Масляная система Соединяет эти фастеры Бошевская топливная система Все это лицензии Которые все делаются В одном месте Это залог надежности Огромной надежности Трактора И если вот тут Пощупать Посмотреть Как все сделано Как все прикручено Как насколько удобно Этот трактор Будет обслуживать Где расположены Масленочки Вы видели Что мазалось Здесь на тягах Не всегда такое Где расположены Точки протяжки Как до них Легко Или просто Добраться Или сложно Вот здесь Супер удобно Для механизатора Будет Обслуживать этот трактор Все в доступе Все очень просто Все понятно Вот скажем Крюк На который можно Прикрутить Повесить Любое орудие Зацепить Его можно поставить Выше или ниже Вома В четырех положениях На вом По моему В базе Здесь Надо открутить Будет восемь шлицов Но в комплекте Зипа Который Вот он Огромная коробка Вот так вот стоит Есть и на шесть И на двадцать один шлиц Тут вот ящичек Типа аптечка Еще один ящичек Для того чтобы Из зипа Сложить все инструменты Сюда Вот Есть в комплекте Сразу траверса Это же Вообще великолепно Многие просто Спрашивают у нас Говорят А можно ли На наш там Трактор МТВ старенький Такую штучку Прикупить Ну конечно ребят Конечно можно Обращайтесь Вот Три цилиндра Здесь на подъем Стоят Один внутри Спрятан Два еще Здесь Тормоза Значит Мокрые Вот по всей Видно здесь на видео Нет По всей Значит По всему диаметру Вот этого барабана Здесь Большие диски Там внутри стоят Тормозные Вот Ресивер Пожалуйста Три контура гидравлики Одна плавающая Розетка Это какой-то сапун Вот он Подключение тормоза Получается Для прицепного орудия Винт И устройство Для подъема Опускания Навески И с улицы Чтобы в кабину Не залазить Здесь наполняется Масло В отдельный гидробак Вот пробка Для залива масла В Трансмиссию Круто Мощно Ну и Напоследок Глянем Что внутри Так Пол помыли Даже обидно Сейчас его пачкать Будет ногами Ну Ради вас Дорогие подписчики Так Вот мы на месте Оператора Посмотрим Что здесь Вот у нас Ручечки управления Гидравликой Навеска силовая Это Ручной дроссель Прикуриватель Быстрый сброс навески В рабочее положение И обратно Здесь Зеркала Вот Вот та самая Коробка с зипом Окошко заднее Открывается Боковые тоже Открываются Наконец-то Сделали Крючочек Для одежды Здесь есть полочка Что-то положить Для огнетушителя Открывание двери Колонка Воздуходувки Магнитола В крыше здесь Люк Снова дует кондиционер Включение дворника Это управление кондиционером Воздуходувка Еще одна колонка Здесь полочки Подстаканники Тоже окошко Открывается Сеточка Для документов Здесь Работа ВОМа На 540 Или 1000 оборотов Здесь Привод полный Ручник Тут включение ВОМа Ну и ручки Отвечающие за скорость И чувствительность Навески Вот так вот Надо включать Блокировку дифференциала Здесь режимы На ручке Реверс Назад Медиум Средний Хай Высокий Лоу Низкий И передачи Для переключения передач Стоит синхронизатор Полный привод Если мы хотим включить То Полный привод Отсчитается ведущим Прямым валом От раздатки Идет на Балочный мост Идеально ровный вал Тормоз Если нажать До пола Засвистит ресивер Ну А вот Чуть-чуть было Ну там Не сильно он накачан Сиденье Если приподнять В трех положениях Фиксируется Вот они Щелчки Можно по высоте Отрегулировать Можно отрегулировать Спинку Вперед-назад Отъехать Прошу прощения Снимаю одной рукой Одновременно катаюсь Так Ну и самое интересное Попробуем завести Здесь самая интересная Новинка Теперь у нас Появилась цифровая панель Вот такого вида Трактор Заводится Что тут есть Во-первых Можно в теории Прикрутить камеру Пока не заказывали В такой комплектации Но обязательно будем Также теперь Есть Спидометр Вот такой вот Прикольный спидометр И цифровой дисплей Конечно еще есть шторка Есть Подсветочка В принципе Хорошо все видно Ни одна Ни другая труба Абсолютно не мешает Обзору На 360 градусов Можно Увидеть Куда вы едете Куда направляетесь Ну что Тушим двигатель Еще раз всем спасибо За просмотр этого видео Увидимся В новых роликах Всем большое спасибо И подписывайтесь на канал Остаемся на связи Всем пока